Культура отмены в нефтедобыче. Европейские компании заявили о выходе из совместных проектов с российской стороной. Конечно, это потеря инвестиций и срыв намеченных планов. Но на место вышедших из игр компании придут другие. И вряд ли результат от этого получится иным. Нефтяная отрасль с 2014 года живет без западных технологий и оборудования. Как оказалось, много или даже почти все производится в России. Транспорт, буровые, станки, насосы, реагенты для гидроразрыва пласта. Главное правильно все это применять. И дело тут в специалистах на производстве. Моя коллега Наталья Соловьева побывала в уникальном для всего мира учебном центре. И расскажет, на чем учат работать российских нефтяников. Старая добрая установка ШГН. Символ добычи углеводородов. Но здесь в центре политехнического обучения Сургутнефтегаза качают не нефть, а профессионализм. 24 лабораторных стенда, 15 тренажерных комплексов и свыше тысячи программ подготовки. Практика в реальных условиях без одного единственного компонента – ответственности. Я думаю, в электриков вообще нельзя ошибаться никак. Лучше ошибиться тут, чем на производстве. Потому что можешь попасть как сам, так и другого человека покалечить. Такого центра, где представлены почти все нефтяные и околонефтяные специальности, не найти во всем мире. Здесь обучают и водителей, и бурильщиков, и электромонтеров, и различных операторов. Все тренажеры соответствуют оборудованию, которое используется в Сургутнефтегазе и других компаниях региона. Например, автоматическая групповая замерная установка Ознамосомер. Рустам Нефтяник в третьем поколении убежден, что отечественная техника имеет ряд преимуществ перед импортной. Ремонтировать наше оборудование проще, так как у нас, ну, если я точно помню, находятся заводы в Татарстане. Вот. И, ну, нейтраны оттуда, и датчики давления вроде бы оттуда. Поэтому, ну, и просто их обслуживать. Нету иностранных инструкций, все по-русски, все понятно. А вот этот автомат придумали инженеры из Санкт-Петербурга. Точная копия Ивановца. Семь различных программ для подготовки крановщиков. На высоких уровнях сложности можно имитировать ветер и наклон. Здесь можно регулировать шум, то есть двигателя. Внутри человек, когда закрывается дверь, он полностью погружается в атмосферу работающего крана. Пять панелей обеспечивают полностью ему, скажем, эффект присутствия. Попробовать себя в роли крановщика может каждый. Так, оборудование установлено. Сейчас я двигаю стрелу. Тут главное держать обороты двигателя, что, кстати, очень сложно. На самом деле, с первого раза. Вообще, все это сильно напоминает компьютерную игру. Реалистичности добавляют преподаватели своими рассказами. У каждого за плечами богатый опыт. Локальностью мы опыт, конечно, не выставляем, но мы его приветствуем. Все специалисты учебно-методического отдела, которые занимаются преподавательской процедурой, именно профильной, к нашему счастью и, безусловно, к счастью наших обучающихся, они все производственники. Студенты не сразу догадываются, какой именно курс будет вести у них Виктория Нобелева. Женщина с детства мечтала быть учителем и теперь обучает бурильщиков. До работы в центре Виктория трудилась по вахте на Уралмашевских буровых. Как студенты относятся к тому, что все-таки женщина приходит и хочет бурить скважины? Когда большой производственный опыт, и ты показываешь, что ты знаешь, даже где-то на ступеньку выше их, то есть это сразу их как бы ставит на место. Преподавательский коллектив и техническое оснащение центра оценила во время своего визита в ЮГРУ глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такой актив сам за себя говорит, что недропользователи с уверенностью строят планы на завтра. Намерены наращивать объемы добычи, а это требует вовлеченности профессионалов. Это системно работающая компания, понимающая, что без профессиональных кадров не будет развития компании и так далее. 62 тысячи в год проходят здесь обучение. Вы смотрите, вот где-нибудь вы такое видели, я в хорошем смысле поражена. Кадры – главная движущая сила отрасли. Этот ресурс необходимо поддерживать и восполнять. На профессионализм нельзя наложить ограничения. Наталья Соловьева, Владимир Гайнзе, Игорь Батищев. Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова